Да, я слушаю вас. Считался с вами касательно вашей заявки на получение кредитной карты от нашего банка. Послушайте, в каком отделении вам будет дана получить карту? А какую заявку? Я не поняла. Какого банка? Банк ВТБ. Вчера на нашем официальном сайте втб.ру поступила заявка на получение кредитной карты с лимитом 150 тысяч рублей из города Сочи. Из города Сочи? Нет, это какая-то ошибка. Я заявку не давала. В заявке были указаны ваши персональные данные. Подскажите, документы не утеряны, не украдены? Может быть. Может, кто украл. Ну, оставляю же на каждом шагу свои персональные данные. Сами понимаете. Возможно, вы пользовались несощущенными интернет-ресурсами, такими как Алиэкспресс, Авито. Ой, вот жумом пользовалась. Там все мои данные. В таком случае данную заявку я аннулирую. Подскажите, мобильным приложением нашего банка пользуетесь? Нет. У меня Сбербанк онлайн. В таком случае данную заявку мне потребуется передать финансовый отдел банков, которых вы обслуживаетесь, чтобы они произвели диагностику на такие же нехарактерные заявки, как поступила в наш банк. Уточните, клиентом каких банков вы являетесь? Сбербанк. Самим Сбербанком пользуетесь каким-либо банком? Нет. У меня там все накопления. А я оттуда могу снять или нет? Снять не знаю, но вот подать запрос на получение кредитной карты. Это на мое имя, а я вообще в другом. Я в Подмосковье живу, в другом городе. Я вас понял. С данной информацией фиксирую, при необходимости специалисты Сбербанка с вами свяжутся. Ага. Могу быть еще что-нибудь вам полезен? Нет. А вы все сделали? Теперь с меня кредит не спишут? Данную заявку я уже аннулировал. А мне ничего делать не надо? Нет. О, как. Вот хорошо ВТБ работает сильно. Все проследили. А как вы поняли, что это обманный? Кто-то получил бы, по моему данному-то? Мы вам позвонили исключительно с целью уточнить, в каком отделении вам будет удобно получить карту. А, поняла. Нет, я вообще живу в другом городе. Так что удаляйте. Я вас понял, да. Данная заявка уже аннулирована. Угу. Все, всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Отдел финансового мониторинга Сбербанка сприветствует менеджер Дмитрий. Связался с вами касаемо информации, которая была направлена специалистами банка ВТБ о том, что на ваше имя, по вашим данным, была оформлена заявка на кредитную карту. Вы ее не подавали, верно? Нет, нет. А это же в ВТБ была заявка-то, а не в Сбербанке. Абсолютно верно. Специалисты банка ВТБ направили информацию в наш банк, чтобы мы смогли пройти проверку, что, следовательно, было нами и выполнено. То есть на ваше имя в наш банк никаких заявок не поступало на сегодняшний день. Угу. То есть мы также вас будем ставить об этом в известность. Да, да, спасибо. И там вы сказали, что в городе Сочи, а я-то живу в Подмосковье. Откуда я могла в Сочи? Я в Сочи уже вообще ни разу не была. Не уже, а вообще ни разу не ездила именно в Сочи. Вот, вы не переживайте. Я думаю, что специалисты банка ВТБ вас проинформируют, когда заявка будет аннулирована с адресом. Мы также будем производить проверки. И по мере поступления информации мы вас будем в обязательном порядке об этом всем информировать. А Сбербанковскому счету ничего не угрожает? Ну, в принципе, они же на ВТБ, значит, Сбербанковский никто не трогает. Потому что у меня там... Соответственно, мы сейчас будем производить проверки, соответственно. После чего вас уже проинформируем. Сейчас вы укажите, когда последний раз совершали вход в мобильное приложение Сбербанк Онлайн. О, не помню. Может быть, неделю назад там платежи делала. Угу. Хорошо, направляю информацию в финансовый отдел. Дело в том, что ранее системой безопасности нашего банка в ваш личный кабинет был зафиксирован вход. Территориальный из Самарской области региона Самары. То есть это мне информация только что оттошила. Я ни разу не была в Самаре. Ни разу вообще не была. То в Сочи, то в Самаре. Господи, ты что ж, в Самаре кто-то мой... Сбербанк Онлайн у меня приложение на телефоне стоит. Возвращение приложения было и выполнен вход. Соответственно, третьим лицам открылся доступ к вашим счетам. Поэтому сейчас, в срочном порядке, потребуется личный кабинет заблокировать, чтобы третьи лицам более не имели к нему доступа. И в дальнейшем выполнить более детальную диагностику вашего счета. То есть вы не переживайте, блокировка личного кабинета не занимает более трех часов. То есть в течение данного времени. Да-да. А скажите, пожалуйста, вы будете блокировать, или мне самой надо его удалить в приложении? Нет. Соответственно, сейчас системой безопасности нашего банка будет ваш личный кабинет заблокирован. Вновь активен он будет по истечению трех часов. То есть через три часа с момента его блокировки, то есть от нашего диалога, он будет уже активен. Ага. Вот. Это что касаемо личного кабинета. Также в связи с неправомерными действиями, по вашим данным, потребуется выполнить диагностику вашего счета. Для этого вы укажите, какого характера была последняя операция по карте нашего банка, расходного, либо же приходного. Это, поясните, пожалуйста, это какого характера? Я же вам сказала, я счета оплачу. То есть пополняли, либо же расходного характера операции, оплата счетов. Хорошо. То есть также вы укажите, какую сумму остатка вы зафиксировали после проведения данной операции? Ну, где-то 1180 у меня на карточке. Еще, ну, вам обязательно говорить, сколько у меня на счету. У вас осталось, ну, у меня еще есть. В обязательном порядке? Ну, где-то 1800. Хорошо. Это ваше накопление, верно? Это, это да. Это у меня как депозит получается. И карточка. Вот. Где-то вот около 900 тысяч у меня всего денег. Направляю информацию. То есть на вашем депозитном счету, то есть 800 тысяч, верно? На карте более 100 тысяч, верно? Наверное, чуть меньше 100. Хорошо. А мне сейчас нельзя выходить, посмотреть, уточнить Сбербанк. То есть информацию я зафиксировал, то есть вы можете указывать с погрешностью. Сейчас специалисты нашего банка произведут проверку, и, соответственно, я вас уже об этом проинформирую. Хорошо? Хорошо. Мне отключаться или прямо вот вы сейчас что-то... Нет, нет, не отключайтесь, оставайтесь на линии, это не займет более 30 секунд. Благодарю вас за ожидание. Это уже все прошло? Нет, сейчас, соответственно. Сейчас я только начинаю ознакомливаться с информацией, которая мне поступила от специалиста финансового дела. Это займет не более 30 секунд. Вы в каждой банке находитесь-то вообще вот так вот. Может быть, мне лучше лично пойти в Сбербанк? Правда, мне далековато ехать, чтобы все это сделать-то. Требуется обращаться исключительно в региональное отделение по городу Москва, улица Вавилова, 19. Это адрес, на котором мы сейчас находимся, и с этого адреса мы ведем с вами непосредственно коммуникацию. А вот я живу в Подмосковье, ну, в подмосковном городе, мне у себя нельзя, мне надо в Москву обязательно ехать, это где-то часа два. Исключительно, исключительно, исключительно город Москва. Ну, можно подъехать тогда? Все-таки это деньги огромные, может, это того стоит, мне взять такси и к вам ехать. Я вас прекрасно понимаю, то есть, если же у вас сейчас возникают какие-либо сомнения касаемо меня как специалиста, в любом случае это время, пока вы будете добираться к отделению, с вашего счета могут быть средства списаны. Чего я допустить не могу. Ой, вы прям меня напугали. Это сейчас, в этой ситуации, главное. Все, что я вот всю жизнь накопила, и как же это все спишется-то? У меня, у меня прямо... Ни в коем случае мы этого не допустим, если же вы будете следовать инструкции. Ни в коем случае не переживайте, сейчас вы можете записать мое фамилию, имя, отчество, табельный номер, и, соответственно, уже быть уверенным в том, что с вами действительно ведет диалог специалист банка. Вот, запишите. Кириченко. Первое че? Кириченко. Кириченко. А, Кирич. Капула. Ага. Кириченко. Кириченко. Дмитрий. Дмитрий. Николаевич. Николаевич. А табельный номер? А табельный номер? Табельный номер 184346. Это значит, если у меня что-то спишется, то можно будет с вами связаться, вот, и тогда... Сейчас мы с вами, сейчас с вами связываться вам уже не потребуется. Ага. То есть мы сейчас с вами просто отменим все неправомерные действия, которые выполняются в отношении к вам, и, соответственно, уже, то есть, вам переживать не потребуется. То есть мы вам все сейчас объясним и все подскажем. Ой, спасибо. Ой, ну вы же уже знаете, что я ничего не снимала, значит, уже ничего не произойдет. И даже если произойдет, по-любому... Да нет, не произойдет, вы уже меня заблокировали. То есть сейчас мы заблокировали исключительно личный кабинет. Сейчас потребуется заблокировать вашу карту и, в дальнейшем, отменять несколько операций, которые были составлены от вашего имени. А как же я карту-то заблокирую? То как же я деньгами-то буду пользоваться? Нет, денежными средствами вы сможете воспользоваться, обналичив их либо же в банкомате общественного пользования нашего банка, либо же непосредственно в отделении. А мне сейчас надо в отделении, вот в ближайшее, да? Нет, почему же? То есть это в случае того, если же вам в течение суток, точнее 24 часов, потребуется воспользоваться средствами, которые находятся на вашем счету. В случае того, если же вам потребуется воспользоваться этими средствами, вы обращаетесь либо же в банкомат, либо же в отделение. А может быть мне сейчас в отделение сходить и все деньги снять, и счет депозитный закрыть? Как вы думаете, чтобы ничего не сняли? А сейчас наоборот. То есть вы этим только усугубите ситуацию по той простой причине, что операции, которые находятся на удержании, они могут быть подтверждены. После того, как мы с вами отклоним все операции, вы уже сможете обратиться в отделение нашего банка и выполнить те действия, которые мы вам укажем. То есть обналичить средства, чтобы они были в безопасности до получения вашего нового счета. Хорошо? Ага. Давайте попробуем. Я сейчас очень нервничаю, может быть что-то упустила, но давайте попробуем. Вот. Главное в этой ситуации сейчас не переживайте. То есть я вас буду переводить сейчас в систему, укажите, ранее были ознакомлены на всей единой биометрической системе. Витта, а вот скажите, как мне не переживать такие средства, все мои накопления за всю жизнь? Вот. Я вас прекрасно понимаю как человека в данной ситуации, но вы должны понимать, что с вами уже вовремя связали специалисты банка, компетентные специалисты, и сейчас предоставляют вам полную финансовую безопасность вашему счету. Вы об этом можете не переживать. Угу. Вот. Сейчас вы мне подскажите, в отделении нашего банка с единой биометрической системой были ознакомлены? Да, мне говорили, только я не помню, записывали меня или нет на биометрию, но я слышала, да, про биометрию, предлагали. Не помню, только я согласилась или нет, потому что давно это было. Хорошо, Галина Николаевна, в таком случае сейчас вас повторно проинформирую касаемо принципа работы данной системы, и через нее мы с вами выполним блокировку вашей карты. Что такое единая биометрическая система? Это цифровая платформа, которая была разработана для того, чтобы клиенты нашего банка с помощью своего голоса могли блокировать свои счета, карты и при этом никакой информации специалистам не сообщали. Все, что вы вносите в систему, сохраняет свою конфиденциальность, никем не прослушивается и не записывает. То есть главная задача данной системы – исключить человеческий фактор из обработки абсолютно любой информации. Вот. Укажите принцип работы системы, вам понятен? Ну, не совсем, конечно, потому что я же ни разу ей не использовалась. А сейчас мы прибегнем к использованию данной системы, и вы все поймете, это нетрудно. Какие новинки, изобретения человечества-то. Вот. Это исключает полностью факт мошенничества в отношении клиента нашего банка. То есть я вас буду сейчас переводить в данную систему, поигрывать 5 секунд мелодия, затем наступает абсолютная тишина. А в тишину вы указываете фразу-команду. Блокирую карту, фамилию, имя, отчество, и указываете порядковый номер вашего договора, либо же порядковый номер карты, который вы намерены заблокировать. Угу. Подскажите, вы готовы? Могу вас переводить в систему? А карточку, мне надо карточку найти. Либо же карту, либо же ваш договор. Ну, вы сами понимаете, договоры кто хранит. Вот. А карточку, прям мне номер, все цифры называют, порядку, там 10... Верно, вы указываете полный порядковый номер вашей карты. 4 блока по 4 цифры. 16 значений, отображенные на литовой стороне вашей карты. Исключительно в систему. А-а-а. Понятно. Ну, надеюсь, не надо задний код говорить, потому что меня сразу предупредили. Ни в коем случае никогда задний код, который сзади... Нет, вы общаете, абсолютно верно. А-а-а. Абсолютно верно. То есть об этом я вас в дальнейшем проинформирую. О правилах эксплуатации карты нашего банка. Сейчас подскажите, как будете готовы, сообщите мне, я вас переведу в систему для блокировки. Ну... Ну, попробую. Поехали. Все. В таком случае я вас перевожу в систему, проигрывает 5 секунд мелодия, наступает тишина. В тишину указываете фразу команду «блокирую карту» и указываете порядковый номер вашей карты по одной цифре. Вы готовы? Могу вас переводить? Блокирую карту. Верно. Блокирую карту и указываете порядковый номер вашей карты после 5 секундной мелодии. Перевожу вас, будьте внимательны. Блокирую карту. Блокирую карту. Я блокирую карту. Галина Николаевна, я снова с вами на линии. По системе просматриваю, что информация не поступила в обработку. Подскажите, возникли какие-либо трудности при работе с системой? Я заблокировала карту. А вы указали фразу команду, а затем указали полный порядковый номер вашей карты. Верно? Да. Система не обработала данную информацию. Возможно, вы неверно что-то указали. Могу вас перевести повторно? Не четко, не четко произнесла, может быть, что-то. Может быть, я не снимала биометрию, может быть. Нет, Анжелина Николаевна, вы были распознаны клиента. Вот, вы были распознаны как клиент нашего банка, но информация не поступила в обработку. Из чего следует сделать вывод, что биометрия с вашего голоса была снята в отделении нашего банка. Все-таки снимали. Потому что, помню, мамы снимали. И, по-моему, и с меня хотели снять. Может быть, и сняли. Там до 10, что ли, надо было засчитать. Верно. От 0 до 9. И от 9 до 0 обратно выявили счет. Сейчас я вас перевожу повторно в систему. Вы указываете фразу-команду «блокирую карту». И указываете порядковый номер по вашей карте. К примеру. Блокирую карту. 22.02.00 и так далее. Вы готовы? Еще и цифры называть, оказывается, надо. А я просто заблокирую, думал, моего голоса достаточно. Верно. А вы с помощью своего голоса указываете роботу. Задаете изначально фразу-команду. То есть, карту заблокировать. Робот уже понимает, что требуется карту блокировать. И вы в дальнейшем указываете порядковый номер карты, который требуется заблокировать. А так он меня не идентифицирует, какой номер карты? Нет. То есть, вы должны самостоятельно указать, поскольку счетов в нашем банке у вас несколько, и вы самостоятельно указываете, какой счет требуется вам блокировать. А вы видите, что у меня несколько? Потому что у меня один основной счет, а другие у меня там, может быть, где 5 рублей какие-то старые счета. У меня там много счетов, правда. Вот, сейчас вы блокируете счет в вашей карте, на которой сумма остатка превышает 50 тысяч. Поскольку именно по данной карте, соответственно, было составлено несколько операций. А счет депозитный мне не надо блокировать? Сейчас я вас обо всем проинформирую. Существует приоритетность действий. Сейчас мы предоставляем безопасность одному счету. В дальнейшем я вас информирую о предоставлении безопасности следующему счету. Вы готовы? Могу вас переводить повторно? Ну, давайте попробуем. Да, будьте внимательны, перевожу вас. Я блокирую карту. 4, 5, 8, 72, 89. Блокирую карту. Я. Я. Блокирую карта. Субтитры делал DimaTorzok Виза, соответственно, вы вносите в систему порядковый номер вашей карты. Четыре блока по четыре цифры. 16 цифр, которые отображены на лицевой стороне вашей карты. Все, вы готовы? Могу вас переводить по сторонам. А так я же назвала же. То есть информация не поступила в обработку, поскольку была допущена какая-либо ошибка. Более внимательно вносите информацию четко, понятно, по одной цифре в систему. Хорошо? Ну давайте попробуем еще раз. Да, будьте внимательны, перевожу вас. Я блокирую карту для украинских мошенников. Сало Украине. Сало. 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 Сало.